Уважаемые коллеги, приветствую всех на вебинаре, на котором я хочу рассказать вам о том, как можно получить финансовую поддержку для того, чтобы работать в крупнейших библиотеках мира. Я буду сегодня очень много говорить о разных таких возможностях и давать очень много разных интернет-ссылок. Они все есть в моей презентации. И после нашего семинара вы сможете скачать эту презентацию и потом уже более детально ознакомиться. Мне очень приятно, что сегодня в такой ясный солнечный день вы все собрались здесь на вот этот вебинар, который касается работы, касается нашей научной работы. Я вижу в чате очень много друзей своих, знакомых и коллег, которых я знаю виртуально или которых я не знаю. Я всех приветствую, вижу, что из разных стран. Это особенно приятно. Итак, коллеги, начинаем. Мы знаем, что существует довольно много научно-образовательных центров, в которых мы можем поехать, чтобы повысить свою квалификацию и реализовать программу академической мобильности. Эти центры могут предоставлять нам различные стипендии, различную финансовую поддержку, чтобы мы могли выполнить ту или иную работу. Это университеты, академии, научное общество, институты инновационных исследований, advanced studies и так далее. Я обо всем об этом отдельно рассказываю в других курсах. Сегодня я хотела бы сосредоточиться исключительно на библиотеках, потому что вот эту форму поиска поддержки финансовой на реализацию программы академической мобильности, об этом знают немногие. И не скрою, что очень многие мои коллеги впервые от меня слышали вообще о такой возможности, хотя она существует. Вы сегодня убедитесь, она не просто реальна, она вполне, значит, предложений и возможностей очень много. Прежде всего, для того, чтобы вы были информированы о этих возможностях, я очень советую вам воспользоваться нашим ресурсом, которую небольшая наша группа в рамках проекта «Академический кабинет» создала на сайте «Академический кабинет». В частности, здесь есть база научных библиотек, как российских, так и зарубежных. И вот сразу, с сожалению, хочу сказать, что российские библиотеки, они не предоставляют такую возможность финансовую стипендии для исследователей. И я сегодня буду говорить исключительно о зарубежных библиотеках. Надеюсь, что российские библиотеки когда-то тоже будут предоставлять такую возможность. Во всяком случае, это сокровища, которые они хранят, они стоят того, чтобы сделать их объектом международного исследования. Значит, вот здесь отдельно ссылочки на российские библиотеки и библиотеки мира. Это вы потом на презентации посмотрите. И сейчас я, собственно говоря, начну свой обзор относительно возможностей, стипендиальных возможностей в разных библиотеках. Но прежде всего, мне хотелось бы сказать о одной из самых крупных библиотек мира, может быть, самой крупной библиотеки мира, библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. И хотя, когда вы работаете с электронным каталогом библиотеки Конгресса, там написано всегда, что не все книги мира находятся в библиотеке Конгресса, что может случиться, что вы какую-то книгу не найдете. Но на самом деле, это такое кокетливое, скорее, замечание, потому что фонды библиотеки Конгресса, они почти неисчерпаемы. И все время, когда мне посчастливилось беседовать с директором библиотеки Конгресса Биллингтона, давно это было уже, он сказал, что они получают 20 тысяч наименований печатной продукции каждый день. 20 тысяч каждый день. Конечно, не все это хранится вот в том здании библиотеки в Вашингтоне, историческом, который сейчас вы видите на слайде. Там и какие-то бункеры, ангары, склады у библиотеки есть в пригородах Вашингтона. Вот это самая крупная библиотека мира. Эта библиотека основана была в самом начале 19 века, точнее, в конце 18-го, в 1800 году. И она первоначально была предназначена для работы членов Конгресса, поэтому она так и называется, библиотекой Конгресса. Но в настоящее время в библиотеке Конгресса могут работать все. И когда я была на стажировке в Вашингтоне, я узнавала, что мне нужно, чтобы записаться в библиотеку Конгресса, но мы все смотрели с недоумением. Потому что ничего не нужно, вы приходите в библиотеку Конгресса, конечно, вы проходите вот эту систему security, где смотрят, нет ли у Вас там ничего запрещенного. И дальше Вы проходите и прямо гуляете по этой библиотеке с рюкзаком, в пальтое, как вот в американских библиотеках принято. И заказываете во всех отделах то, что Вас интересует. Но за исключением отдела редких книг, рукописи, там лишние вещи не разрешают брать с собой. Но это естественно во всех библиотеках мира, и в наших библиотеках так тоже устроено. Я не буду подробно Вам рассказывать историю библиотеки Конгресса, хотя она очень интересна, каким образом она получила статус национальной библиотеки. Хочу только отметить, что это одна из красивейших библиотек мира, и когда Вы в нее попадаете, такое ощущение, будто Вы в книгу эмблем попали. Потому что там очень много эмблем, символов, которые нас ориентируют на познание истины, на занятия историей, на какую-то академическую деятельность и так далее. И вот сам процесс работы в библиотеке, он приятен, в таком зале, там, с золотым куполом Вы сидите, или там гуляете по кулуарам библиотечным и так далее. Значит, помимо того, что библиотека Конгресса... Да, кстати, хочу сказать, что Вы заказываете книжки по компьютеру, на каждом столе стоит компьютер, Вам их на тележке привозят служители. То есть вообще такой уровень сервиса, который я глазам своим не верила, что такое вообще в природе может быть. И помимо вот этих всех прекрасных возможностей для научной работы, библиотека Конгресса очень заинтересована в том, чтобы ее сокровища, в том числе и хранилища редких книг и рукописных, исследовались учеными разных стран. Для этого создан ряд условий, о которых я сейчас расскажу подробнее. Во-первых, в библиотеке Конгресса существует целая система стажировок. Ну вот по-английски это называется fellowship. И в русском языке мы говорим стажировка, когда предполагаем, что мы там сами платим деньги за то, чтобы где-то работать и повышать там свою квалификацию и так далее. Но вот английское fellowship, оно предполагает, что это возможность реализации научного проекта, когда вы получаете стипендию. И вот эта система стипендий в библиотеке Конгресса, она нацелена на то, чтобы ученые, занимающиеся разными направлениями, сферами науки, они приезжали в библиотеку Конгресса, работали в библиотеке Конгресса, получали эту стипендию, то есть тенели финансовую возможность приехать, жить там, снимать квартиру или там студию и жить на уровне столицы Соединенных Штатов. То есть это обычно большие стипендии. Хочу сказать, что американские стипендии, они обычно там на полутора тысяч долларов до пяти. В зависимости от статуса стипендиата, в зависимости от богатства организации и так далее. Поэтому стипендии эти зависят от программы, но они всегда более чем достаточны для того, чтобы приехать в Соединенные Штаты и для того, чтобы реализовывать там свои проекты. Значит, большинство проектов, о которых я сегодня буду говорить, они предполагают возможность участия ученых со всего мира, в том числе и из России. Те проекты, которые там не предназначены для российских ученых, я их вообще в свою презентацию не включала, потому что, ну, может быть, напрасно, потому что сейчас я вижу, что здесь у нас такой состав международный. Но так как у меня везде есть ссылки на филовшит разных библиотек, то вы можете посмотреть и сами. Это означает, что помимо вот этой денежной суммы, которую вы получаете, когда вы приезжаете в Соединенные Штаты, вы получаете поддержку, там, визовую поддержку, приглашение и так далее. Вот этот весь комплекс, значит, документов необходимых, потому что те, кто организовывает вот эту систему стипензий, они прекрасно понимают, что там для многих людей, чтобы приехать в Соединенные Штаты, нужна виза, там, и довольно серьезное приглашение по форме. То есть это все, вот если вы этот вопрос хотели задать, то вот эти все стипендии, они это уже предполагают. И, значит, вы видите, что здесь довольно много стипендий. Значит, это просто картинка с сайта, а вот наверху у меня ссылочка, по которой вы можете зайти и сами посмотреть, какого рода стипендии там есть. Здесь я немножечко поподробнее о них рассказала. Вот очень важным центром в библиотеке Конгресса является центр Джона Клюга или Джона Клюги, который поощряет как раз исследования в области гуманитарных и социальных наук и ориентирован на то, чтобы исследования проводились каким-то образом связанные с теми фондами, которые находятся в библиотеке Конгресса. И вот сейчас, прямо сейчас, можно назвать несколько стипендий актуальных, на которых, если вы захотите подать, то успеете вполне. Вот, например, если вы занимаетесь дигитальной гуманитаристикой, это сейчас очень популярное направление, будет популярно в ближайшие годы. И мы знаем, что сейчас в свете последних постановлений оно актуализировано для российских вузов, где там во всех вузах появляются цифровые проекторы и так далее. Поэтому, так или иначе, мы используем сегодня какие-то дигитальные методы в своей научной работе, даже если мы занимаемся не дигитальностью, а какими-нибудь исследованиями. Там я занимаюсь, допустим, исследованием в области 18 века, активно использую дигитальные методы для этого. Вот стажировка для цифровых исследований. каким-то образом можно представить свой кейс до 15 июля, потому что центр Клюги всегда поддерживал такие актуальные направления. И вот тут же можно назвать еще одну стажировку тоже в центре Клюги, которая уже не заточена под гуманитарные исследования и которые, в общем, связаны с исследованиями в любых сферах научной деятельности. Вот я иногда сталкивалась с коллегами, которые, когда я начинала рассказывать про американские стажировки, сразу мне говорили, ну вот, все стажировки в Америке, это политические какие-нибудь дела, это какая-нибудь политота. Я хочу сказать, что это не так, это далеко не так. И если вы посмотрите, я вам просто посоветую для того, чтобы понять, какие темы поддерживаются, посмотреть, кто был поддержан уже этим центром. Это будет список, где вы увидите, что там очень много исследований на самые разные темы, на исторические, на какие-то очень конкретные, на там связанные с какими-то редкими языками или с какими-то сюжетами. Ну, достаточно сказать, что я в свое время получила поддержку, ну, правда, в программе Фолбрейта, на исследовании рукописи российского мыслителя XVIII века, Голосевского и Балазерского, значит, вот, которая была в Бахметьевском архиве, это, правда, в Нью-Йорке, в Коумбийском университете, о бессмертии души. То есть там вообще политического совершенно ничего не было. Ну, можно, конечно, связать с политикой бессмертия души, ну, сложно. Вот. И когда меня спрашивали на собеседовании, какова актуальность этого моего исследования, я говорила, да вы что, проблемы жизни и смерти, что может быть актуальнее, актуальнее любой политики. Вот. И это поддержали. Поэтому вот мой опыт и опыт других коллег показывают, что самое главное, что эксперты поймут, они поймут ваш уровень теоретический. И поэтому не нужно придумывать какую-то тему, которая якобы понравится экспертам. Вот. А поддерживают лучше. Значит, вот единственное ограничение, которое существует в центре Клюга, они поддерживают относительно молодых исследователей, ну, в смысле, академическому молодых, не по возрасту, у которых с момента написания диссертации прошло там не больше семьи или там в разных программах больше лет. Это не для всех программ характерно, не для всех стажировок библиотеки Конгресса, но вот для центра Клюга это характерно. Он поддерживает ученых, но это не в самом начале карьеры, потому что начало карьеры – это защита диссертации, да, а вот где-то в первой-третьей может быть карьера. Поэтому всегда обращайте внимание, когда вы смотрите варианты таких стажировок, на то, чтобы вы соответствовали условиям. Там всегда очень четко прописаны условия, но условия бывают самые разные. Иногда даже есть стажировки для поддержки независимых исследователей, то есть тех исследователей, которые вообще в академии не работают, в университетах или в академии наук. Самые разные бывают. И в библиотеке Конгресс их, конечно, очень много. Я сейчас рассказываю не обо всех, а вот о тех, на которые сейчас можно, дедлайны вот сейчас в ближайшее время, но там есть много других, и тут можно целую презентацию посвятить только библиотеке Конгресса, конечно. Вот, ну, еще одна есть стажировка библиотеки Конгресса, она, в общем-то, связана с теорией права и, ну, связана с правополитической системой Соединенных Штатов. Вот, до 15 июня, то есть в ближайшее время заканчивается дедлайн, просто ради примера я привела сегодня те, которые актуальны. Но там, значит, раз в год объявляются все эти стипендии, и поэтому стипендии, о которых я не говорила, и которые вы можете по ссылке найти на сайте, там дедлайны какие-то будут другие. Какие-то будут в ноябре, какие-то будут в декабре, какие-то будут в январе. То есть, в принципе, в библиотеке Конгресса столько всяких стипендий, что каждый, если он найдет, мне кажется, какой-то вариант. И это действительно блестящая возможность. Ну вот, не уезжая, так, ну вот еще одна тоже стипендия библиотеки Конгресса, я подробнее ее привела, вы можете ее потом посмотреть в подробностях. Я так, мне придется обзорно по всем библиотекам, потому что материала очень много. Ну, чтобы не уезжать далеко из Вашингтона, Ди Си, да, из столицы Соединенных Штатов, где находится библиотека Конгресса, то сядем на поезд или на автобус и переедем в Нью-Йорк, где находится Нью-Йоркская публичная библиотека, тоже одна из крупнейших библиотек мира. Это совершенно замечательное место, где вы можете найти представителей всех, наверное, национальностей, потому что, ну, как вы знаете, Америка страна эмигрантов, и все они могут найти литературу на своем языке, вот в этой библиотеке, на испанском, на русском, на украинском, на молдавском, на болгарском, на каком угодно. И в публичную библиотеку в Нью-Йорке, конечно, очень много эмигрантов, вот они приходят, чтобы почитать литературу на своем языке. Но Нью-Йоркская публичная библиотека, она также является крупнейшей научной библиотекой и одной из крупнейших библиотек мира. Это частная некоммерческая организация. Если библиотека Конгресса – это государственная организация, то публичка Нью-Йоркская – это частная организация, но у нее есть важная публичная миссия, как и у многих других частных организаций Соединенных Штатов. И она пользуется как частным, так и государственным финансированием. Ну вот здесь на слайде у меня центральное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки. Ее отделы находятся также, кроме Манхеттена, еще в Бронксе, Стеттен-Айленде и во многих других районах Нью-Йорка. В настоящее время 87 подразделений вот этой библиотеки. Многие выдают книги на дом, но далеко не все. И вот в публичной библиотеке Нью-Йорка тоже, она тоже заинтересована в том, чтобы исследователи туда приезжали, не просто иммигранты приходили, читали литературу. И не просто, помните, завтрак у Тиффани. Тиффани сидит как раз в публичной библиотеке Нью-Йорка, в темных, точнее, не Тиффани, а главная героиня, извините, сидит в темных очках в главной библиотеке Нью-Йорка и читает книгу вот этого молодого человека, который она встретила. Но кроме этого, еще туда приезжают очень многие исследователи. И кто когда-то посещал Нью-Йорк, конечно, работал в этой библиотеке. Значит, в публичке, Нью-Йоркской публичке, очень много различных исследовательских центров и секторов. И она также из своих фондов генерирует ряд стажировок, стипендий, на которые могут подавать исследователи разного уровня и разной степени на разных этапах своей академической карьеры. Вот, значит, здесь по ссылочке вы можете найти те стипендии, которые предлагает публичная библиотека Нью-Йорка. Самые разные программы, как вы видите, и для молодых, и для немолодых, и короткие, и, значит, не короткие, и для писателей, и для исследователей. То есть различные сферы гуманитарной деятельности, талантливые представители этих сфер могут в Нью-Йоркской библиотеке найти возможности поддержать финансово и содержательно, когда они приедут в свои исследования. Вот я тоже здесь выписала стипендии, которые актуальны сейчас, в настоящее время. Я, готовясь к этой презентации, просмотрела еще раз во всех библиотеках все стипензии и на презентации выписала наиболее актуальные, которые прямо сейчас можно подавать. Хотя, вообще-то говоря, конечно, время до 30 июля не так много, но, в принципе, можно успеть. Я сейчас не имею возможности подробно обо всех говорить стипендиях Нью-Йоркской библиотеки, а делаю обзор по разным другим. Ну и вот хочу сказать, что и другие библиотеки Соединенных Штатов, они имеют довольно интересные программы стажировок, например, Бостонская публичная библиотека. Бостонская публичная библиотека, так же как Библиотека Нью-Йорка или Библиотека Конгресса, это очень интересное и красивое пространство. Вообще, вот американцы любят публичные, вот такие известные строения, приглашать известных архитекторов, использовать элементы античной архитектуры, и строить эти сооружения как храмы. Вот все библиотеки, о которых я сейчас говорила, выглядят как храмы науки. Очень красивые. Бостонская публичная библиотека, она там, архитектор получил какие-то призы за само вот это пространство и само здание. Когда вы попадаете, вас еще, ну вы знаете, как бывает, когда вот такое намоленное культурное пространство, вы попадаете, и оно вас способствует, какое-то вдохновение создает. То есть вот бостонская библиотека, она тоже вот такого типа. В бостонской библиотеке, конечно, не столько разных стажировок, как в Нью-Йоркской и публичной, и библиотеке Конгресса, но они тоже есть. Во всяком случае, вот сейчас две такие вот актуальные. И еще иногда возникают, значит, какие-то спорадические стипендии. Ну вот как они возникают? Они возникают за счет иногда частных пожертвований, за счет фандрайзинговой деятельности сотрудников и так далее. Поэтому, если вы заинтересованы, то вы время от времени не посещаете. Да, информация об этих стипендиях на сайтах, конечно, есть. Поэтому я специально даю здесь презентации ссылочки. Там сейчас вам Татьяна Викторовна разъяснит, как можно скачать презентацию. И вы по этим ссылкам еще сами, конечно, погуляйте и посмотрите более внимательно. Потому что, ну, как сказать, я пытаюсь вам сострогать удочку, уже забрасывайте, ловить на крючок рыбку, вы, конечно, будете сами. Потому что подробно рассмотреть, очень внимательно смотрите на то, подходите вы под эти стипендии или нет. Потому что будет очень обидно, если вы напишете, а кажется, что вы там оверквалифайд для этой стипендии или еще что-то в этом духе. Такие ограничения иногда бывают. Некоторые для опытных исследований стипендий, некоторые для молодых стипендий. То есть вот, ну, смотрите, для кого они предназначены. Иногда, может, вам какая-то очень нравится, а она вот там для молодых. У меня очень часто, у меня вот такие обланы бывают. Мне всегда, в общем-то, нравится стипендия для молодых исследователей, под которые я не подхожу по своим параметрам, потому что я уже, бог знает, когда защищала свою последнюю диссертацию. Это уже, там, чуть ли не 20 лет назад. Вот. Но есть всякие, поэтому можно посмотреть и какие-то другие. Вот еще одна библиотека, она не такая большая, но мной чрезвычайно любима. И не только потому, что я была там на стажировке, а потому что, ну, вот, одна из старинных и самых старых, ну, самая старая, конечно, публичная библиотека в Соединенных Штатах связана с милым моему сердцу XVIII веком и Денджамином Франклином, которым я там когда-то занималась и так далее. Значит, Франклин в свое время организовал в середине XVIII века американское философское общество. Это самое престижное американское научное общество. Кстати, первым русским членом этого общества была женщина Екатерина Дашкова. И, соответственно, Франклин был почетным членом Петербургской академии наук. Поэтому я люблю американцев спрашивать, какой почетный член Петербургской академии наук изображен на американском долларе. Обычно американцы столбинеют, никак не могут сообразить. Это Франклин, конечно. Я говорю, вы, наверное, 100 баксов никогда не видели, раз у вас это вызывает вопрос. Ну, так всегда, оживляет атмосфера такие шутки. Значит, вот эта библиотека американского философского общества, она совместно с музеем существует. Это в Филадельфии находится. Я даже свое изображение на ступеньках этой библиотеки поместила. Там довольно много любопытных стипендий интересных. Вот я списочек здесь поместила. Там, к сожалению, не очень большие стипендии по величине. Но если кто-то занимается XVIII веком, то просто это подарок самый настоящий, потому что эта библиотека хранит не только очень много редких изданий XVIII века, которые во времена американской революции выпускались, которых, собственно говоря, и экземпляров очень мало, а еще очень много рукописей. Например, вот «Рукописное наследие Франклина». Причем они его оцифровали, но научного издания вот такого до сих пор нет. Можно пользоваться в цифровом виде, но если вы хотите посмотреть весь комплекс материалов, связанных с Франклином, с американской революцией, то это вот в эту библиотеку, конечно. И очень много разного рода изданий по вот этой эпохе. Это вот Северная, Новая Англия, так называемая, где вот как раз сконцентрировались материалы, связанные с началом такого цивилизационного освоения Америки. Поэтому масса интереснейших материалов там и очень много, как вы видите, сейчас разных стипендий. Когда я там была, там была одна только стипендия, один тип стипендий. И мне, конечно, было очень приятно, что этот научный центр, они, значит, существуют вместе в музее и библиотеку Американского философского общества. Они сумели добиться того, что у них такая богатая научная программа. Но и это еще не все, как говорится в рекламе. В Соединенных Штатах очень много небольших частных библиотек, которые финансируются за счет частных фондов. Некоторые, значит, донаторы оставили значительные капиталы этим библиотекам, которые осторожно там помещаются в какие-то ценные бумаги и, значит, аккуратно очень тратятся. И в частности, кроме того, что пополняются фонды этих библиотек, значительная сумма этих средств выделяется на стипендии для того, чтобы приезжали исследователи и исследовали сокровища вот этих библиотек. Но вы уже поняли, что все библиотечные стипендии, они несколько заточены под то, чтобы исследователи так или иначе вводили в оборот библиотечные фонды. И поэтому, когда вы пишете заявку на такую стипендию, вы обязательно должны указать, какие именно фонды вас интересуют, какие фонды вы будете исследовать. Это просто предметно, потому что это такая вот специфическая стажировка библиотечная, она сделана для того, чтобы фонды исследовались. Не чтобы они хранили в библиотеке мертвым грузом, или не просто, чтобы они оцифровывались, они достаточно активно оцифровываются, а для того, чтобы они исследовались и для того, чтобы в библиотеке была живая научная жизнь. То есть научная библиотека – это место, это такой своеобразный исследовательский институт, что там всегда были исследователи, проводились еще какие-то семинары, конференции, вот эти библиотеки все этим отличаются. Значит, библиотека по истории американской революции, у них довольно много бывает любопытных стипендий. Библиотека Ньюбери, я тут, видите, привела ссылки на стипендии на филошек, которые у них есть. Бостонская библиотека Мэри Бейкер, это не публичная бостонская, это другая библиотека, где тоже есть стипендии. Брауновская библиотека Джона Картера. Гуверовская президентская библиотека и музеи. Очень многие американские президенты в отставке, они основывают библиотеки, ориентированные по своему содержанию на ту деятельность, которую они считают наиболее важной. Эти как раз библиотеки, очень многие занимаются, подбирают такую правополитическую литературу, и там такая вот ориентация вполне возможна. Исследования нужно посмотреть, какие у них требования. Ну и довольно много мы видим отдельных библиотек или университетских библиотек, это тоже существует, различные стипендии. Некоторые из этих библиотек, они вроде не в самых известных местах. Например, вот University of Michigan, Мичиганский университет, ну известный, конечно, университет, но тем не менее, посмотрите, сколько там разных библиотечных филошипов. Очень много. Это означает, что вот библиотека очень активно занимается поиском фондов и организацией вот этих стипендий, потому что фондов довольно много в мире. Это отдельный как бы сюжет, связанный с фондами, на нашем сайте, кстати, есть перечень, фондов международных, которые поддерживают образование и науку. И очень часто организация той или иной стипендии связана с активностью сотрудников, которые работают в той или иной организации. Вот видно, что в университете Мичигана эти сотрудники очень активны, потому что им удалось большое количество самых разных филошипов организовать. И это, конечно, обогащает жизнь и библиотеки, и самого университета, потому что приезжают ученые из разных стран, и происходит нормальный такой вот обмен, происходит интеллектуальная коммуникация, то, что необходимо для благотворного занятия наукой и тех, кто приезжает, и тех, кто работает на этом месте. Хотелось бы отдельно отметить еще Фолджеровскую библиотеку шекспировскую. Это вообще интересная очень библиотека. Она посвящена творчеству Шекспира и связана с изучением Шекспира и литературы той эпохи. В этой библиотеке очень много редких, оригинальных, антикварных и фоксимильных изданий произведения Шекспира находится в библиотеке в Вашингтоне. И она тоже связана с частным таким вот собирательством книг, потому что она началась в приобретении президента управления компании Стэнвард Оилл Генри Фолджером фоксимильного издания первого шекспировского фолио. И вот он много лет, у него хобби было такое, он собирал шекспировские издания и приобрел довольно много раритетов. Очень богатый человек мог тратить бы на длинные-длинные яхты, а он вместо этого покупал редкие издания Шекспира. И в конце концов он собрал совершенно уникальное собрание, а потом он и его супруга передали свою библиотеку в подарок американскому народу. Для него было создано особое помещение в столице Соединенных Штатов, в Вашингтоне, неподалеку от библиотеки Конгресса. Был приглашен известный архитектор, который создал красивый комплекс архитектурный. Эта библиотека не самая крупная, но она очень хорошо подобрана именно под Шекспира Стадис. И там действует также как музей, как исследовательский институт. И вот для шекспироведов или тех, кто занимается какими-то исследованиями британского ренессанса, то вот это самое место, здесь есть стипендии, которых нет в каких-то других таких вот возрожденческих местах. Поэтому этой Фолджеровской библиотеке удается приглашать известных, выдающихся исследователей этой эпохи и наследия Шекспира к себе. Ну вот такой небольшой экскурс по американским библиотекам, которые неполные. И, конечно, я не все библиотеки перечислила в Соединенных Штатах, потому что фактически все большие библиотеки или большие институции Соединенных Штатов имеют программы филошипов или постоянные, или такие вот парадические. Это как раз та страна, которая, наверное, наибольшее количество стипендий предоставляет. Вот еще такая довольно любопытная библиотека, американская библиотека в Париже. Американцы пропагандируют свою культуру и английский язык в центре французской культуры. И для того, чтобы сделать это еще более привлекательным, организовали стажировку. Вот хочу обратить внимание, что аппликация на эту стажировку платная. Это очень редко бывает вообще в библиотечных стажировках. Я вообще единственный раз встречала. Может быть, это и единственный. Но 30 евро нужно заплатить для того, чтобы подать заявку. Ну, конечно, гарантия того, что вы заплатили 30 евро и вам предоставили стипензионер. Чаще всего такие ограничения, такие ограничения бывают, кстати, на постдоке, когда на постдоке заявки подают. Они связаны с тем, что очень большой объем заявок они платят экспертам, которые работают и ограничивают немножко такая заградительная цена, чтобы вы просто так не подавали заявки, а уже так вот продумали сюда. Ну, эта библиотека достаточно богатая, интересная. Не сказать, что прям совершенно выдающаяся. Но они поддерживают как раз не англоязычных людей, которые хотят продвигать или занимаются такой вот англоязычной американской культурой. Значит, ну, давайте перенесемся с американского континента в Европу и посмотрим, какие в Европе есть возможности для реализации наших интересов. Это так вот понятно, что путешествие по Европе хочется начинать вот с такого центра европейского из Парижа. И, конечно, Национальная библиотека Франции, у нее есть стажировки для исследования сокровищ, которые находятся в Национальной библиотеке Франции. Ну, понятно, что Национальная библиотека Франции – это уникальное совершенно собрание, это наследница королевских коллекций, которые создавались со Средневековья. Это первое учреждение, которое установило обязательный экземпляр. И с 1537 года, да, вот с 16 века, эта библиотека получает все, что издавалось во Франции, начиная с этого времени, экземпляр хотя бы есть в этой библиотеке. То есть в этом смысле это одна из важных библиотек мира с уникальным совершенно собранием. Значит, ну я не буду говорить про структуру библиотеки, она тоже очень большая, там ее отделение в нескольких подразделениях Парижа, там и других городов есть. Скажу только про стажировки. Значит, Национальная библиотека Франции объявляет ежегодно стажировки для исследователей, но, коллеги, я поделюсь с вами одной проблемой, которая существует в этом плане. Найти информацию об этих стажировках на сайте Национальной библиотеки Франции, это вообще-то квест. Это вот, вы знаете, нужно просто использовать все возможные умения поиска в Гугле для того, чтобы это найти. Потому что я вот не первый год рассказываю про феллоушипы в библиотеках, и каждый год я нахожу вот эту стажировку в другом месте. То это какой-то PDF-ный файл, который, значит, где-то в неожиданном месте, в каких-то недрах находится вот этого сайта Национальной библиотеки Франции. То это в разделе там наука, то это в разделе там чего-то еще. Вот каждый раз квест. И вот в прошлом году у меня была информация, в этом году информация о стажировке уже на совершенно другом месте. Что я вам посоветую делать, если вы заинтересованы именно в том, чтобы получить стажировку в Национальной библиотеке Франции. И, может быть, там еще есть какая-то стажировка, которую я не нашла. Возможно. Я вам посоветую. Вот есть, значит, в Национальной библиотеке, значит, ответственные за стажировки сотрудник, его зовут Филипп Шевали. Вот его почта. Я советую просто написать ему. Но написать обязательно нужно по-французски, потому что коллеги французы вот ваши письма на английском языке могут не читать. Там есть такое специфическое постановление государственное. На государственном языке нужно написать. Хоть в Google переведите, но обязательно по-французски, чтобы было. И прям спросите открытым текстом. Какие... Я дам ученые, которые занимаются тем-то и тем, кто очень заинтересован в получении стажировки в Национальную библиотеку Франции и не могли бы вы проинформировать меня, какие стажировки в настоящий момент может предоставить библиотеку. Это нормальный вопрос. Это прилично, это удобно. Так делают. Я тоже так делаю, получала ответы. То есть это нормально. Вот это вот правильная почта. Я проверила ее буквально вчера. То есть этот человек там пока сидит на этом месте, занимается этими сюжетами. В крайнем случае можно написать еще и в справочной библиотеке. Вот такая проблема у библиотеки есть. У них есть стажировки, поддержанные стипендием, вот ежегодная стипендия для исследователей. Но каждый год информация об этой ежегодной стипендию у них появляется на разных местах. Не спрашивайте меня, почему. Я, значит, из своего жизненного опыта знаю, что так в жизни было. Просто вы предупреждены, значит, вооружены. Но помимо библиотечных стипендий, помимо библиотечных стипендий, конечно, существуют еще другие возможности поработать в Национальной библиотеке Франции. Ну, это институты Адванстадис, в частности, в Париже есть институт Адванстадис. Вот адреса электронные этих институтов, вот исследовательских институтов, которые дают стипендии, это как бы отдельный сюжет про них, они на нашем сайте, академический кабинет тоже есть. И вот еще такая возможность есть, например. То есть это не столько, сколько в библиотеке Конгресса, но тоже возможно. И вот сейчас в настоящее время, кроме ежегодной стипендии, еще в Национальной библиотеке есть стипендии для исследования неевропейских коллекций, в частности, восточных коллекций Национальной библиотеки. Так что вот если вы каким-то занимаетесь там исландским искусством или философией там какой-нибудь арабской, то вот можно подать заявку на такую стипендию в Национальную библиотеку Франции, где хранится очень много такого рода любопытного материала. До 30 июня. Это из ныне действующих. Значит, ну, теперь уже ехать нам недалеко, поэтому из Франции давайте переместимся в Германию и посмотрим, какие там есть библиотеки. Вот не самая крупная библиотека, но такая, знаете, как говорят, намоленная очень научная, научные центры. Это библиотека Герцога Августа в Вольфмедутеле. Вольфмедутеле сейчас это маленький город, недалеко от Брауншвейга. Брауншвейг тоже в нашей голове, там скорее Брауншвейг, сколько у нас ассоциируется, нежели в каким-то крупным центром. Там, ну, от Ганновера, это недалеко из крупных городов, это самый ближайший город. Но библиотека эта интересна тем, что ее в свое время собирал правитель вот этой династии Вольфмедутельской. И эта библиотека была таким своеобразным научным центром и продолжает оставаться. В этой библиотеке был библиотекарем Лебниц, и потом, когда Лебниц ушел, Лесен. То есть это не просто библиотекарь, это была высокая должность придворного библиотекаря. Лебниц, как известно, не преподавал в университете, а был придворным. Вот должность придворного библиотекаря он исполнял как раз вот в этой библиотеке. Ну и там много чего он изобретал для облегчения работы в библиотеке. В частности, он впервые ввел в этой Вольфмедутельской библиотеке правила постоянного пополнения фондов. То есть библиотека, она не может остановиться на каком-то этапе, она все время должна покупать новую литературу, все время должна расширяться, иначе она перестанет отвечать научным потребностям. Вот этот принцип был сформулирован Лебницем и в Вольфмедутельской библиотеке впервые был реализован. Ну вот уже еще 300 лет назад эту Вольфмедутельскую библиотеку называли восьмым чудом света. И когда Герцет-Август кончался в 1666 году, его библиотека представляла собой одну из крупнейших библиотек Европы. И, собственно говоря, вот в этой библиотеке можно было познакомиться с различными изданиями, которые в Европе издавали. Это вот коллекция, которая сейчас составляет ядро Вольфмедутельской библиотеки, библиотека Абгушта, так называемая, которые сохранили, даже ее форматную расстановку сохранили. Ну, когда расставляли книги, внизу там большие инфолио, потом половинного формата, потом четвертного, восьмушки, шестнадцатый наверху, такая вот пирамидка. Она сейчас в главном здании библиотеки находится. Значит, вот эта библиотека, она в основном сформирована и ориентирована на сюжеты, связанные с ранним новым временем, то есть эпоха Возрождения и эпоха Просвещения. Там, конечно, очень много литературы и современной, но в основном туда едут специалисты, которые так или иначе работают с этой литературой. И, кстати, очень много там литературы по эмблематике европейской. И библиотека, так как она находится, ну, по сути, в маленьком провинциальном городе, то сотрудники давно уже превратили вот эту маленькую провинцию в центр исследования эмблематики, там Ренессанса, Просвещения, за счет того, что они находят возможности устраивать множество стажировок, вот таких вот феллоушипов. Вот в этой библиотеке очень много феллоушипов. И я хочу сказать, что вот в библиотеке именно в Вольфенбутеле очень много было российских исследователей эпохи Просвещения. Просто много, много очень из Петербурга было. Я там дважды получала стипендию в этой научной библиотеке. Эта стипендия там хороша еще тем, что, допустим, одна из проблем стипендий таких вот заключается в том, что очень трудно уехать с работы на длительный срок. То есть вас должны отпустить там на несколько месяцев с работы. Ну, что не всегда работодатели хотят. А вот в Вольфенбутеле есть стипендия трехмесячная. И с ними можно договориться, во-первых, взять эту стипендию на летние месяцы, а во-вторых, разделить ее на два года. Это вот очень удобно, потому что не надо отпрашивать, вы просто в свой отпуск едете. И, ну, мы тут все собрались, люди, которые в отпуске работают, я так думаю, над своими статьями и книгами. Поэтому это не вызывает у вас какого-то возмущения. Но очень просто, так вот можно с ними договориться. Это такая маленькая подсказка. То есть там собирается всегда такой международный коллектив, около 200 человек в течение года. Бывают в Вольфенбутерской библиотеке. Там есть два гостевых домика. То есть вы можете сами снять квартиру, а можете поселиться в гостевом доме. Ну, там за него нужно платить. Ну, и, в принципе, там стипендия до 2000 евро нормально, вполне для жизни вот в Вольфенбутере. Там разные стипендии. Как вы видите, есть стипендии для совсем молодых, для тех, кто только пишет диссертацию, для тех, кто только защитил диссертацию. Ну, и для уже зрелых ученых там тоже есть такая возможность. Значит, обычно там в библиотеке скапливаются где-то 15-20 исследователей одновременно. И довольно интересная такая вот научная и культурная жизнь. Вообще вот эти стажировки, филошип, это такая блестящая возможность приобрести новые знакомства, завязать контакты, осуществить вот эту коммуникацию. У меня очень много хороших коллег, даже друзей, образовалось именно во время стажировки в Вольфенбетеле. Поэтому очень вам рекомендую, если ваши сюжеты как-то связаны с этой эпохой. Вот здесь немножко подробнее об этих стипендиях. Вот краткосрочная стипендия, как вы видите, она будет в следующий этап 21 января 2022 года. То есть достаточно времени для того, чтобы подумать, написать и так далее. Вот единственный момент, который сейчас для вот этой библиотеки я хочу отметить. Вот они сейчас поменяли дизайн сайта, и раньше у них сайт был на трех языках. На немецком, на английском, на латыни. Но вот на латыни стало тяжело вести сайт. У них ушел на пенсию человек, который все на латыни переводил. То есть тоже проблема кадров всегда. Вот, так в охоточку. И они, значит, латинский убрали. Они, значит, сейчас, к сожалению, сократили английскую часть сайта. То есть тот, кто с немецким языком, у того проблем не будет. А кто с английским только, то придется вам переводить вот эти вот как бы немецкие части. Значит, можно ли с английским приезжать в Вольфенбутер, если вы спросите, да, можно. Там язык английский, вообще во всем мире, во Франции тоже, язык английский – это один из языков научного общения. Это нормально. Можно и заявку писать по-английски, и с английским языком туда приезжать, в Вольфенбутере прожить. Вот там все говорят по-английски, абсолютно. Я немецкого не знаю, я там себя спокойно чувствую. Но на сайте могут быть у вас проблемы с поиском, именно с тем, что вы должны будете там переводить какие-то немецкие части. Вот сейчас новый дизайн сайта. Значит, в Германии Вольфенбутерская библиотека не единственная, где вот так много разных возможностей. Вот я могу еще назвать, значит, Готой рисующей лаберрии, это тоже библиотека, где есть стажировки для исследования коллекции. Международная юношеская библиотека недалеко от Берлина. Тем, кто занимается детской литературой, значит, до 30 сентября 2021 года у них тоже нормальное время, если вы занимаетесь детской литературой и исследуете какие-то сюжеты, связанные с детской литературой и так далее. Значит, помимо того, что я сказала, уже теперь дальше как-то мне надо побыстрее скатать по ирокам, вот, хочу отметить, что на других континентах есть такие возможности. вот, в Австралии, в национальной библиотеке Австралии, в Британии, в Шотландии, национальная библиотека в Шотландии предоставляет стажировок, несколько даже стажировок. Вот, кстати, в национальной библиотеке Шотландия тоже была, и это совершенно потрясающее хранилище. Мы понимаем, что Шотландия, особенно в эпоху просвещения, это было место, где сформировалась очень интересная такая вот интеллектуальная атмосфера и Дэвид Юм, и Адам Смит, и Адам Фергюсон, и многие другие. И вот ведь эти очень известные имена, но ведь многие их произведения мы не знаем. Мы Адама Смита знаем же только как бы две работы, да, теорию нравственных чувств и его знаменитое экономическое сочинение «Богатство народов». У него же масса других сочинений, которых даже нет в нашей библиотеке, так же, как у Адама Фергюсона, автора истории гражданского общества. Его моральные сочинения, они все в архиве находятся, как раз вот в этой библиотеке. Причем они в архиве в очень хорошем состоянии, то, что рукопись перепечатана, и вы фактически с текстом XVIII века знакомитесь по перепечатке. Так что это просто место, куда надо ехать можно быстрее и заниматься исследованиями. И помимо этого еще библиотека университета Единбурга тоже представляет такие возможности для исследователей, и это прекрасно, конечно. Так, ну, у меня здесь еще несколько вот таких конкретных очень стипендий, которые в разных библиотеках существуют. Поэтому можете на них посмотреть. Значит, в принципе, обзор библиотек, он, конечно, не закрыт вот теми библиотеками, которые я назвала. Я советую вам обратиться к списку, который у нас есть на сайте «Академический кабинет», и просто посмотреть на национальные библиотеки и попытаться самостоятельно, если вас интересуют там материалы, которые в какой-то конкретной библиотеке, самостоятельно поискать, что там есть. Значит, ну, я сейчас, к сожалению, не могу там расширить свою интернет-страницу, но вы ищите в библиотеках там. Или вы набираете там слово «феллоушип» в поиске. Сейчас я в чат напишу. Если поиск вам не дает, вы тогда попытайтесь искать более хитро по оператору Google. Значит, вы набираете «феллоушип», сайт, потом двоеточие, и после двоеточия сразу без пробела. Ставите адрес библиотеки. Тогда вы найдете, где в тексте сайта, в каком месте сайта говорится об этих «феллоушипах». Ну, иногда, значит, не по-английски имеет смысл искать. В зависимости от страны вы переводите слово «феллоушип» на немецкий, на французский, «ворсери» или «степпинг», или там еще что-нибудь, и попытаетесь на национальных библиотеках найти. Вообще, вот, стипендий библиотечных очень много, и поэтому, я думаю, что под любой вкус можно найти эти стипендии. Значит, возникает вопрос, какие документы нужны для того, чтобы получить эту стипендию. Во-первых, список документов всегда есть в требовании, в описании стипендий, но он обычно такой, достаточно стандартный. Это, собственно, описание вашего проекта, что вы будете исследовать. Это ваш CV, курикулы МВИТЭ, из которого видно, какие у вас публикации, какой у вас статус, значит, там, вашу активность научную. Иногда просят отдельный список публикаций предоставить. Иногда, если список публикаций не просят отдельный, то вы тогда включаете в список публикаций ваш курикулы МВИТЭ. И почти всегда просят рекомендации, рекомендации коллег. Вот, коллеги, рекомендации коллег на Западе, они очень важны. Вот мы иногда считаем, что рекомендации, они формальны, их никто не читает. Это не так. Рекомендации читают. Вот в тех международных проектах, где я была экспертом, в нескольких, именно, как бы, за границей, очень часто именно рекомендации экспертов, рекомендации ваши, да, когда вы сами кого-то просите написать вам рекомендацию, очень часто именно эти рекомендации определяют окончательное решение. То есть они очень важны. Когда вы просите кого-то быть вашим экспертом, то подумайте о том, чтобы это был человек, который доброжелательно бы к вам относился и который бы знал, что про вас писать. А то иногда просят написать экспертизу. У меня, например, я говорю, а вы пришлите мне там в СИИ, я там вас давно знаю, но как бы не помню точно, чем вы там, в ваших там каких-то параметрах. Ну, вы там напишите то-то, то-то. Вот если вы просите кого-то написать, рекомендацию, пожалуйста, снабдите этого человека знанием о том, каких достижений вы достигли. Он не обязан это помнить. То есть подробное СИИ и описание самого проекта, чтобы он мог из этого проекта что-то вычитать и написать, что проект хорош тем-то, хорош тем-то, поддержите потому что и потому что, да. То есть вот рекомендации эксперта очень важны. И, значит, в вашем проекте обязательно должно быть указано, что именно, почему именно вы едете в это место. То есть недостаточно сказать, что я хочу ехать, я в Германию, в Германии хочу исследование проводить, потому что там пусть будет приятное место, там пиво хорошее и так далее, да. То есть нужно написать, я там хотела бы исследовать то-то, то-то даже прям список какой-то литературы составить. И причем желательно чего-нибудь такого уникального, что вы в других условиях, с чем познакомиться не можете. И обязательно в заявке укажите людей, с которыми вы хотите пообщаться. Потому что книги еще могут быть в электронном виде, а вот люди, общаться с людьми можно только вот, когда они там на месте есть. Значит, в диапазоне где-то вот этого города, где библиотека, там двух-трех часов езды вокруг, это могут быть какие-то научные центры, где есть какие-то кафедры, там или еще что-то такое. Вот это тоже нужно указать. То есть представьте себе, эксперт смотрит вашу заявку, он думает, вот кого мне пригласить, вот этого или этого. То есть нужно, во-первых, пригласить талантливого ученого, во-вторых, чтобы у него была причина ехать именно вот в эту библиотеку. Вот такие вещи нужно, конечно, учесть. Ну и здесь у меня еще несколько есть таких вот конкретных очень возможностей, описание возможностей на русский язык. Я их перевела, просто чтобы вам понятно было примерно, как это выглядит, и что вы получите, и что вы должны предоставить. Значит, рекомендателям тоже часто спрашивают, кто может быть рекомендателем. Рекомендателю желательно одного, который к вам поближе, а другого, который международный. То есть одного, причем рекомендатель не обязательно должен быть ваш там заведующий, либо там, это вот вообще не обязательно. Это должен быть, ну, ученый, ну, профессор, да. Вот. И вот должность не имеет вообще ни малейшего значения. А второй рекомендатель желательно и с другой стороны, конечно. Если вы хотите получить международную стипендию и выступать в статусе международного ученого, которого приглашают в такой центр, то лучше бы вот с другой стороны. Но нету с другой, значит, спросите того, кто вас знает. Самое главное, это, конечно, содержание рекомендаций. Потом учтите, что некоторые важные персоны, они важны в рамках там только вашей институции. За пределами этой институции их могут не знать, поэтому лучше пусть это будет хороший текст рекомендаций, нежели какая-то вот должность. Ну, вот еще там такие вот всякие интересные возможности, там рукописи, библиотеки монастырских рукописей, там и так далее до 30 июня. Вот это замечательная библиотека, музеи, ботанические сады Хантингтона в Калифорнии. Я на стажировке там не была, но была в музее. Это вообще райское место, просто райское. Это такой красивый сад, там он отдельно достоин изучения. И библиотека, в которой тоже ежегодные стипендии в Хантингтоне есть. И вот этот Хантингтон, это тоже известный меценат, который оставил свою библиотеку и деньги на ее развитие. И это крупнейшее в мире собрание британской литературы за пределами Британии. Поэтому тут, как ни странно, вы можете ехать в Америку, чтобы заниматься исследованием там британских каких-то сюжетов в Хантингтоне. Вот тоже, значит, библиотека, она регулярно организует филошипы. И я вот и сама хотела очень туда поехать, но как-то не собралась все. Не получается по разным причинам. Ну, хотя там конкурс, конечно, есть, это не факт, что там дальше получишь. Но это такое уж очень привлекательное место. Значит, возникает закономерный вопрос, что делать, столько возможностей. Возможностей действительно реально очень много. И как их все отслеживать? Ну, значит, как их отслеживать? Ходить по разным сайтам, составить там список всех библиотек, время от времени на них ходить, узнавать, какие у них есть новые стипендии. Ну, или подписаться на нашу рассылку, информация о которой есть на нашем сайте. Если хотите, можете зайти и посмотреть. Так, коллеги, я, по-моему, уложилась во время. И, значит, благодарю вас за внимание. Хочу сказать, что я в ближайшее время собираюсь читать по такому академическому фандрайзингу курс. Если вас заинтересуют вот эти все сюжеты, потому что понятно, что стипендии можно получить не только в библиотеках, а в разных других приятных местах, там, в музеях или в институтах, то информация об этом курсе будет на сайте Академический кабинет висеть. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Значит, вот там я вижу уже вопросы, сейчас посмотрю. Значит, для любого академического контекста рекомендация очень важна. И важнее, конечно, хорошая рекомендация. Почему? Потому что очень часто статус эксперта... Ну, вы же понимаете, вот те эксперты, которые смотрят ваши заявки, но это какие-то эксперты, которые прям во всех сферах экспертизы, они не очень себя хорошо представляют, всех известных персонажей, и поэтому они скорее смотрят статус. Ну, там профессор, профессор, да, вот, значит, нормально. Да, вот если рекомендатель профессор, это уже означает высокую степень для любого академического сообщества. И поэтому лучше, конечно, сам текст, чтобы был хороший, подробный, насыщенный текст, где бы говорилось как раз о достоинстве вашей работы и так далее. Вот это важнее. Но если у вас какой-то есть супер-купер-эксперт, прям мирового уровня, и которые к вам расположены, напишут вам экспертизу, это, конечно, только украсит. Это, конечно, очень хорошо. Это означает, что он знаком с вашими исследованиями, и это будет, конечно, замечательно. Но содержание экспертизы всегда важнее. Значит, вот эти стипендии, для этих стипендий обычно сертификатов для знания языка не нужно, они не требуют. Сертификаты для знания языка обычно требуются для обучения. Когда вы поступаете в магистратуру, в аспирантуру, на бакалавриат, там вот требуются сертификаты. А в библиотечных стипендиях я никогда не видела требования сертификатов. Значит, такой должен быть язык. Но язык должен быть такой, что вы на этом языке можете говорить, вы можете понять. То есть вы там какие могут быть? Вы приезжаете, вы приходите в отдел, вам рассказывают там все условия, в том числе финансовые. Вы идете в банк, чтобы получить свою стипендию. Вы идете, снимаете квартиру или в гостевой домик. Вы там с хозяйкой договариваете. Чтобы вы вот это все могли делать на языке иностранном, которым вы владеете. При этом, если вы не те времена употребляете, или там на этом евро-инглише говорите, или еще что-нибудь в этом духе, это не страшно. Все говорят на этом евро-инглише, и ни у кого вот прям такого идеального языка никогда нет. Я имею в виду, там приезжают итальянцы, французы, немцы, ну куда-нибудь во Францию или в Италию. Все говорят на этом евро-инглише. Не должно вас смущать. Некоторые считают, что это идеальное знание языка. Это обычное знание языка, когда вы можете везде договориться, везде там объяснить, что вам нужно. И все говорят, очень многие говорят, ну-ка, нормально, не страшно. Не беспокойтесь за это. Но знаете, язык, конечно, нужно, нужно же понять. Вы же приезжаете в другую страну и живете там несколько месяцев. Все может быть, там к врачу, может быть, попадете. Значит, нужно понять, как там дозвониться до врача, как ваша страховка работает, объяснить врачу, что у вас болит, да, ну вот это вы должны делать. Какие-то вот такие вещи. То есть вот, в принципе, если вы за границей были, как туристы, то вы представляете себе, как нужно знать язык, чтобы вот решить все свои проблемы. Здесь, конечно, там, ну, что-то получше нужно знать, потому что вы же едете, чтобы там литературу какую-то читать. Но очень часто пассивное знание, это оно проще, чем активное. Человек иногда читает хорошо, а общаться у него какой-то затык бывает. Вот как у меня на французском языке. Я там про бессмертие души могу разговаривать, разговаривать, а вот зайду в магазин и забуду, как там кофточка называется, или как рукава, там, ну, какую-нибудь бытовую лексику. Вот. Ну, в принципе, чтобы вы могли где-то договориться. Так, какие там еще вопросы? Сканировать можно, разрешают сканировать. Где-то можно просто телефоном снимать, где-то нужно, там зависит от литературы. Редкую литературу, обычно вы спрашиваете разрешение. И они всегда разрешают. Я еще давно-давно, много лет назад, сталкивалась с тем, что не было проблем. Там иногда бывает, что разрешают не больше десятой части книги, вот в Британии, например. Но сейчас тоже на это не смотрят, потому что они сами оцифровывают, и проблемы нет. Но если вы, допустим, хотите потом использовать какую-нибудь картинку, да, то нужно договориться с хранителем в библиотеке, что вы будете использовать как иллюстрацию своей книги. Вот никогда не сталкивалась с тем, что отказывают, всегда разрешают. Ну, просто чтобы из вежливости это нужно делать. Больше постдоков. Если вы спрашиваете, чего больше постдоков или стипендий для тех, кто пишет диссертацию, вот в библиотеках, для тех, кто пишет диссертацию, не очень часто встречается. Но постдоков много, постдоков больше. Вообще постдоков больше всего из стажировок, постдоков больше. То есть вот ученый на стадии, когда он защитил диссертацию, а потом в пределах 10 лет после защиты, вот таких возможностей больше всего. В качестве автора рекомендации, ну, нет, это ученый может выступить, любой, вот, ну, лучше всего профессор. Ну, для заявки, конечно, надо электронный каталог посмотреть и выявить список, которым вы там будете заниматься. Значит, сроки подачи заявок, знаете что, они как бы пишут ежегодные, но они иногда корректируют. А сейчас, в особенности в связи с ковидом, они это корректируют вдвойне. Поэтому учтите, пожалуйста, вопроса этого нет, может быть, еще будет, что там делается в связи с ковидом. Это зависит от политики страны, прежде всего, а не от библиотеки. В некоторых местах просто сажают на карантин. А в некоторых местах, значит, можно перенести стажировку на несколько месяцев. То есть это всегда отдельная переписка, если вы получите эту стажировку, это всегда отдельный разговор с организаторами. Но в перспективе предполагается, что с прививками, когда-то спутник наш тоже в это будет включен, вот в этот европейский список, в Америку пускают со спутником, но сажают на карантин. То есть этот вопрос решаемый. Он усложняет нашу жизнь бесспорно, но он решаемый, и он решается. Потому что совсем, значит, обесточивать вот эту научную жизнь никто не собирается. Заявки в крупные библиотеки или в минии известные? Нет, тут зависит не от этого. Потому что есть библиотеки, как бы известные только среди специалистов, там все равно довольно высокий конкурс. Это зависит от того, сколько мест на стажировку библиотека выделяет. Может крупная библиотека выделит два места, а небольшая библиотека 20 мест. Тут по-разному бывает. Вот у нас, кстати, была в университете Герцена, где я работаю, у нас была, ну, давно уже, лет 10 назад, но была конференция, на которую мы приглашали организаторов таких вот стажировок, филошипов. И в том числе там была, значит, доктор Беплер, ученый-секретарь библиотеки Воллибург-Сенбютеля. И ей как раз задавали вопросы по поводу вот этих стажировок. Она рассказывала, как они деньги ищут на эти стипендии. И она как раз говорила, ну, вот у нас, говорит, бывают такие ситуации, когда вдруг нам несколько фондов дали, значит, какие-то суммы выделили на стипендии. Тогда мы, говорит, объявляем стипендию на большое количество вот участников. И тогда у нас резко уменьшается конкурс, и много людей приезжает. А иногда, говорит, не удастся вот этой фандрайзинговой деятельности найти много. Тогда у нас один-два кандидата. Поэтому, знаете, вы заранее не поймете никогда. Тут элемент, конечно, в этом смысле элемент лотереи есть. Какой будет конкурс, вы не знаете заранее. И какой будет конкурс, никто не знает. Иногда бывает хоп, и вдруг все решат, что, о, там, в библиотеку Конгресса мне не попасть, не буду писать. И оказывается, что туда достаточно просто. Я вам хочу сказать, что нормальный улов это примерно одна поддержанная стяжеловка из четырех-пяти. Не думайте, что прям все подряд. Или там, если вы написали и не прошли, не должны руки опускаться. Потому что, ну, это такая стрельба. Знаете, там чихнула и не попала в яблочко. Значит, надо в следующий раз стрелять. Но вообще, если вы хорошо работаете, то вероятность очень высока получить какие-то стажировки. Вот я в библиотеках я три раза была. Я была Американского философского общества, Национальной библиотеки, в Шотландии и в Вольфенбютуле. Это из библиотечных стажировок. Хотя у меня были отказы. Какие-то другие были отказы. Я же прям отказы и не помню даже какие-то. Да, информация есть на сайтах, естественно. Информация – это не тайная. Они же заинтересованы в том, чтобы найти хороших исследователей и стажеров. медицинская страховка зависит от исследователя, от стипендии. Да, это зависит от стипендии. Иногда медицинская страховка включена, но чаще всего вы сами делаете медицинскую страховку. Но иногда включена. Бывают такие стипендии, где медицинская страховка есть. Я вот так в Германию ездила, там медицинская страховка была включена. Господи, я как посмотрела на эту страховку и заплатила 100 евро сама за визит к врачу, потому что там, чтобы получить эту страховку, такие тонны на немецком языке надо бумаги заполнить. Поэтому имейте в виду, может, проще еще самим страховку получить, особенно в Германии. У них прям такая брошюрочка 16 страниц, чтобы эту страховку немецкую получить. Поэтому если там что-то не очень существенное, это отдельная работа получать немецкую страховку. Но страховку обязательно надо сделать, сами понимаете. В Британии, например, нет страховки, там не нужно делать страховку, потому что там бесплатная медицина. А в Америку, там в Европу, конечно, нужно. Ну что, коллеги, еще вопросы есть у вас? В саму стипендию включены разные параметры. Чаще всего это просто деньги, на которые вы значит, летите, снимаете квартиру. Вот американские стипендии чаще всего там устроены, так устроены. Снимаете квартиру и живете. Но бывает по-разному. Бывает, что отдельно еще сумма на перелет, бывает отдельно предоставляется жилье, бывает, что отдельно предоставляется страховка, бывает даже, что отдельно предоставляется небольшое средство там на ваших детей или партнеров. Такое тоже бывает. Поэтому условия стипендии всегда нужно читать, они разные всегда. Стипендии, вот эти все стипендии, о которых я говорила, практически все, за исключением там нескольких американских, они не государственные, а частные. А частный фонд, он сам принимает решения обычно, и решения, они очень индивидуализированы. Но в условиях всегда прописано, что и как. Там всегда это довольно подробно прописано. А еще уровень стипендии, когда вы там рассчитываете, он же зависит от того, в каком месте вы живете. Если вы живете в Нью-Йорке, там дорогая жизнь, там снять особенно квартиру очень дорого. А если вы живете в какой-то сельской местности, так там сама по себе жизнь, квартира и еда, и все остальное стоит очень недорого. Поэтому от этого тоже зависит. Вот в библиотечных стипендиях я никогда не видела собеседований. Я вам рассказывала про собеседование, это в Фолбруте было собеседование, не библиотечные стипендии. В библиотечных стипендиях никогда не видела собеседование. Там только конкурс документов. Может, там где-то есть собеседование, но вот то, что я вам сегодня говорила, там нигде нет собеседования. Так что если у вас именно страх собеседования, то вам на библиотечную стажировку надо подавать. Там с вами не будут собеседовать, а уже когда вы приедете, уже когда все, когда вы уже получили, там уже вы будете общаться, конечно, но стресс будет, если нет опыта такого. Но все через это проходят, кто для кого язык иностранный, ничего вроде выживает, даже интересно. Обычно все очень, к стажерам, которые приезжают, к этим филамам, все относятся очень доброжелательно, просто очень. Потому что считается, что вы там крэм-де-ля-крем, вы выиграли стажировку, вы молодец. Ведь вы выиграли стажировку не потому, что вы там бедный и у вас нет денег. Вы выиграли стажировку, потому что вы лучший. Потому что вас выбрали из всех, потому что у вас лучший проект, понимаете? И с вами общаются как с самым лучшим. То есть это еще такое приятное чувство, которое испытывает человек, приезжающий на стажировку. Значит, отчеты там несложные. Во всех библиотечных стажировках отчет носит достаточно формальный характер. И хотя в самой заявке вы пишете в проекте, что проект какой-то обозримый, такой проверяемый, не просто вы там выше поднимаете, шире расширяете, глубже углубляете, ярче освещаете. А вы там пишете, ну, зависит от стажировки, год или три месяца там, собираете материалы на монографию. Или собираете материалы на две статьи. Или пишете статью. Да, вот что-то такое, чтобы можно было проверить. А потом в отчете, там не нужно статью саму или монографию. В отчете вы обычно от трех до пяти страниц, не больше. Просто пишете, что вот я там был на стажировке в библиотеке, за это время я ознакомился с литературой такой-то, такой-то. Я встретился с такими-то людьми, я выступил на семинаре, я посетил семинары, которые организовывает библиотека. Я, значит, там ознакомился также с тем-то и с тем-то. Вот на трех-пяти страницах вы такое расписываете, и все. То есть это не страшно. Отчеты там обычно абсолютно формальные, несложные. Вы знаете, вот я в библиотеках сейчас этого не встречала. Я встречала, что некоторые стажировки сейчас проводятся онлайн. То есть вы получаете стипендию, но туда не едете, а онлайн участвуете в разных мероприятиях. Вот такое встречала. Можно ли в библиотеке так делать? Я думаю, что можно. Но это нужно согласовывать отдельно, и это должно быть решение вот этой библиотеки. Потому что я согласна с вами, что в пандемию, конечно, совершенно не хочется куда-то ехать, потому что кроме там конечной точки есть еще сам процесс переезда, там самолет, транспорт, да, и всякое такое. Возможно, мы сейчас уже, мы ведь весь мир привыкает к этому общению онлайн. Мы же с вами тоже вот общаемся онлайн. Мы видим, что там есть свои плюсы, конечно, вот очевидные совершенно, потому что можно собрать большую аудиторию международную и так далее. Ну, и там свои какие-то определенные минусы. Вот, возможно, ну, здесь немножко такое консервативное движение вот к этому онлайну. Возможно, какие-то библиотеки к этому придут, потому что они будут предоставлять, может быть, просто будут по, вот, в зависимости от проекта, может быть, будут специально сканировать какую-то литературу. Пока этого нет. Пока этого нет. Я надеюсь, что это будет. Потому что уже такие стажировки я видела, когда она проходит онлайн. То есть вы не едете, вы сидите на месте, чтобы лишний раз не создавать вот это бровновское движение и перенос там одной вариации вируса там в другое пространство. Но при этом получаете стипендию, пользуетесь всеми правами и так далее. Вот такое уже начинается движение. Ну, будем надеяться, что оно на все сферы распространится. Хотя сам по себе процесс, как бы, поездки и там пребывания в другой среде, сами понимаете, он очень способствует там какому-то энтузиазму научному. И сам по себе очень приятен с научной и культурной точки зрения, естественно. Так что нужно просто следить и смотреть. Кстати, всегда можно, знаете, спросить, можно ли таким образом участвовать в стажировке. Можно спросить. Потому что в самом крайнем случае вам скажут, извините, к сожалению, нет. А вдруг, это же частные фонды, они же могут какое угодно решение принять. Им же не надо там с каким-то министерством согласовывать и так далее. Частный фонд принимает решение, или принимает руководитель фонда, или там на какой-то сессии, когда совет фонда собираются, они говорят, а вот заявители хотят онлайн проходить эту стажировку в условиях пандемии. Давайте сделаем такую опцию. Давайте. Вполне может быть. Но пока не видимо. В библиотеках. Я думаю, что немножко консервативная среда библиотечна. В университетах уже сдвинулись в этом. Так, ну что, коллеги, еще вопросы есть у вас? Если нет, то тогда мы будем потихоньку заканчивать. Я надеюсь, что сегодняшнее мое выступление для вас было полезным, что вы что-то узнали новое для себя, и я ответила на ваши вопросы достаточно полно. Я желаю вам приобщиться тоже к этому миру библиотечных стажировок, потому что мы все исследователи, люди, которые, конечно, любят библиотеки, и вот эта возможность поработать в библиотеках замечательных других стран, она очень привлекательна. Я желаю вам подать заявку, чтобы она была поддержана. Я вам желаю всяческих успехов. И на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. Вот вам эта удочка. И желаю, чтобы вы поймали золотую рыбку на нее. Всего доброго.